И еще хотел маленький вопрос, такое отступление. Мы этой темы касались. Вы как-то комментировали, ну, наверное, даже многократно, что статистика в современной России разводов, ну, очень высокая. Очень высокий процент разводов. И вы к этому, ну, как бы в негативном ключе это прокомментировали, что это плохой показатель. А нельзя ли об этом подумать так, что это не свидетельство плохого, а как раз-таки наоборот? Да, да. Что люди знают, что им там не по пути и не пытаются, ну, гораздо смелее в этом отношении подходит к такому решению. Это как, ну, почему раньше женились? Зачем это вообще надо? Уже повторюсь, наверное. Женщина одна детей вырастить не может в Советском Союзе. Это вообще такая чудовищная нагрузка была. Забудь сразу там про свою там карьеру, условно, работу и все такое. Этот спиногрыз из тебя высосет все соки. Если у тебя нет мужика, который тебя всем снабжает на протяжении хотя бы какого-то времени, пока ребенок на ноги там покрепче встанет, все, кранты. Забудь вообще про все там свои жизненные стремления и прочее. В моем понимании этот так называемый брак, многократно с Дементием обсуждали, это как санки по асфальту тащить вдвоем. Это тяжелый труд, самоотверженность там. Как ты хорошо сказал, что эти садии вечно еще догружаются. Один, два. Ты готов чем-то жертвовать ради, так сказать, сожителя своего или сожительницы. Ты пока она не может, ты работаешь. Ты не можешь, она работает. И это какая-то, я не знаю, взаимная ответственность. Вообще все это держится на любви. Любовь в этой жизни встречается настолько редко, что люди постоянно путают похоть. Так, ты моя, все время только как мужики, ходим и оглядываемся, кому бы тут еще влупить. Ну, знаешь, как раз Путин моментально влюблялся. Полюбил я тебя. Полюбил я тебя. И на пазуху к бабе, бля, сразу. Да, сердцу не прикажешь. Да, постоянно путают похоть с этой самой любовью. Если же любви нет, а ее, как правило, нет, то вообще непонятно, а зачем с тобой жить-то? Потрахались, разбежались. То есть, если над тобой не висит, как сабля, нужда, голод и все пропало, а зачем жить-то вместе? Вообще непонятно. То есть, вообще непонятно, если нет никакой этой материальной заинтересованности. А это ключевое, материальная заинтересованность, потому что, повторюсь, женщина одна не вытянет категорически. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Увлекся я. Да. О чем это нам? Теперь-то, вот глядя на количество разводов и прочее, о чем это говорит? Ну, в первую очередь, о том, что уровень материального благосостояния в этой нищей и вообще беспросветной России вырос настолько, что ваша женитьба... А зачем она, объясните? А люди по привычке, ну, потому что для девочек, например, это крайние, это вот психологические изменения, они происходят очень сильно медленно. Потому что девочка, которая не вышла замуж, зачем? Может, нет, нахер никому не нужна. Особенно подруги замужние. Да, 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 замужние подруги смотрят на тебя, как на существо второго сорта, а может, третье. Ну, не нужна никому. Это, чтобы хоть чем-то тебя, так сказать, уесть. Это на психику давит массе девочек. Тогда какие же они подруги, если они так делают? Вау, вот такие. Женщины умеют дружить. Это же серпентарий, елы-пал. Как в бухгалтерии, что творится там вообще? Мадридский двор бледнеет. Вот. Ну, и через это общественное мнение давит. Мама гундит, блин. Чего ты замуж не выйдешь? Я бы уже внуков нянчила. Ну, а дальше к этому еще прилепи так называемый child free. Я не хочу детей, потому что дети – это жуткая ответственность. Они у тебя вообще отъедят все время, а ты будешь только на них, так сказать, это время и жизнь. Я не могу сказать тратить, но, наверное, тратить. Вот у меня живет собака, например. Жила, померла, бедолага. Куда-то ехать, кому ты ее оставишь? А собака – это женщина моя, собака. Она настолько ей преданная, что уход женщины из дома – это для собаки натуральная катастрофа. Просто уход. Вот в магазин ушла, собака бежит в соседнюю комнату, взрывается там на диване в подушке. Ко мне она не выходит. Она лежит, страдает там. Ну, так это на час или на два. А если ты на неделю уезжаешь? Собака вся посидела там к десяти годам. Она вообще вся белая была, мышка там из нормального собачьего этого. А куда ее? Если в отпуск ехать, это надо ей капли давать за неделю успокоительные, чтобы она не впадала. Страшно нервная, очень переживательная. Вот ей капли дает. Это надо, чтобы с ней сидел родственник, которого она знает. Ни на какие-то передержки, знаешь, как собачарьев какой-то отдавать, чтобы она там три недели у тебя просидела. Она просто умрет. У нас, у товарища, они в Америку уехали. Ротвейлер остался. Она просто есть перестала. И в течение месяца померла. Так это пес ее упало. А тут детей. Куда ты их? Кому ты их оставишь? Елы-палы. Это заботы такие, что людям, которые детей не рожали, вообще... Бабушки с дедушкой? Бывают. Нынешние бабушки с дедушкой тебя нахер пошлют. Они тоже отдыхают где-нибудь. Им это не надо вообще. Ну, вот я не хочу рожать. Это я тебе уже говорил. Баба, которая тебе не говорит, хочу родить. От такой бежать без оглядки надо сразу. Потому, что у нее поломаны самые базовые женские инстинкты. И что от нее дальше ждать, это, блин, караул. Ничего хорошего с ней не будет. От общения. Получается так, что у этой полицейской, по-моему, детей нет. Не показано. Наверное. Ну, и далее. А! В нынешних обстоятельствах. А зачем жениться? Ну, в чем смысл этого? Мало того, там тебе еще по закону-то. У вас же будет за проживание совместно нажитое имущество. Например. Плюс ты ее пропишешь к себе в хату. И она будет иметь право на жилплощадь. А когда разводится, тебе херрак. Давай, родной. Ну, как там? Волшебным сном полгода пролетело. Едва себя почувствовав женой, моя Джульетта высунула жало. Я понял, что связался с сатаной. Это Юрий Лоза. Отличные песни когда-то сочинял. Вот. Кстати, детей тоже прописывают. Да, и детей прописывают. Да, и подели все это. И дальше что? То есть, это жесточайший материальный вопрос. Надо искать такую, которая тебя пропишет к себе. Это Дементий. Сторонник такого подхода. И чтобы на руках внесла меня в новую квартиру. А из окна чтобы была видна моя моторная лодка. И там два автомобиля. Вот тогда, может быть, полюблю ее. Так нет, блин. Отказать, блин. Вот. Поэтому, да. То есть, люди как-то это. Не связывают почему-то одно с другим. Что опять-таки обсуждали. Вот сейчас, когда по кабакам ходишь. Там огромное количество. Просто, по-моему, подавляющее. Столики, за которыми только девчонки сидят. Что в наше время вообще немыслимо. Откуда у тебя деньги-то, елая. Что ты по ресторанам ходишь. У меня их нет. А у тебя-то откуда, блин. Ресторан это дорога. Всю жизнь была. Ну, и сейчас недешево. Разные, правда, бывают. Но масса девчонок, которым нафиг никакие парни не нужны. Вообще. А может, их мужчина спонсирует. Просто они не в компании с ним. Иди со своим подругой. Вот тебе денег. Может. Может и так. Да. Ну, а как правило, все по одному. И это свидетельство богатства. То есть, когда нам рассказывали про это, что оно происходит. Например, как там у Севы. Севы брательник в Швеции жил. И оттуда докладывал. Нормальная шведская семья состоит из одного человека. А зачем ты нужен? Деньги есть. До свидания. Никто никому не нужен. Нахер. Сбежались, потрахались. Ну, хорошо. Может, конечно, ты каких-то невероятных сексуальных достоинств. Ну, тогда с тобой можно подольше времени провести. Не важно. Мужик, женщина. Не важно, кто там. Больший специалист. Тогда это как-то держит. Но, повторюсь. Если любви нет, а она встречается. Крайне редко. Ее придумали в 19 веке. Любовь в эпоху романтизма. Любовь придумали. Детство придумали. Еще всякая хернина придумывали, которой нет на самом деле. Кто такой ребенок? Ну, это маленький человек, который не может выполнять тяжелую физическую работу. Зато легкую отлично может выполнять. Из трех лет он там на грядку пошел, чтобы только жопа торчала от рассвета до заката. Впахивать, как у крестьян это всегда было принято. Закончили. Вон на шахту иди, в вагонетке толкай, катай. Может посмотреть. Даже фотки есть как-то в 19 веке в Британии и Шотландии. Насколько там прекрасно все было с детским трудом. Ну, вот придумали сначала, что у ребенка должно быть детство. А почему? Потому, что денег стало столько, что мы тебя можем кормить, а ты можешь не работать. Вот так вот. Сначала в очень богатых семьях. Барчук. Слово Барчук, это маленький барин. Оно оскорбительное. Что ты тварь, белоручка. Белоручка это неиспачканные руки, на которых мозолей нет от труда. Помнишь, рукава специальные? Ну, как у бояр. Раньше помнишь, спустя рукава работали. Эти вообще не работают. Как у воры на зоне. Воровка никогда не станет прачкой. Кстати, можно вопрос задать, пока я не забыл? Ты говоришь, любви нету. А как же Бог есть любовь? Ну, это они сами себе придумали. Я не знаю. Он ко мне не обращался. Я как-то не замечал признаков любви. Не знаю. Есть хороший пример. Изначально европейская литература, она, так сказать, самые древние образцы, это исландские саги, сохранившиеся практически в первозданном виде. Там нет никакой любви. Вот. В массе нет. Там вся эта женитьба, замужество, это строго наш род, ваш род. Ты богатый, я богатый. Ну, как-то вот у нас. Или ты не богатый, я не богатый. Мне вот это не светит, а тебе вот то. И мы вот тут заключаем брачные союзы. И это, как ты понимаешь, никакого вообще ни у кого ни интереса, ни понимания, ни вот этих криков, я там, по любви, еще чего-то там. Езжайте в Среднюю Азию, на Кавказ. Посмотрите, как там это устроено. Никто не жужжит вообще. Там он жениха увидел первый раз на свадьбе, и нормально. А что такого? Так вот, это нормальная картина. Но в этих самых сагах есть упоминание, что бывает и вот такое. Называется любовь. Такая разновидность некоего психического сдвига, помешательства. Да, бывает. Вот, бывает. Но крайне редко. А вот в 19 веке перепридумали, приписали какие-то нечеловеческие страсти, еще чего-то там. Но это все придуманное. А реальная жизнь показывает. Вот сбежались, потрахались. Слава Богу. Презервативы вагонами. Противозачаточные таблетки эшелонами. Никаких последствий, никаких детей. Что тебе привезти из Таиланда? Привози, что хочешь. Сейчас все лечат. Вот оно. Всем наплевать. Побеждает сразу животное. Раньше-то это материальная и физическая зависимость. Она никакого счастья не порождает. Потому, что когда баба от тебя зависимая. Я таких людей, которые не попрекали бы этим. Я тебе, тварь, забыла, кто тебя ебет и кормит. Блин. Это исчезающее малое количество. Кто бы не попрекал. Обычно, да. Это я. Это все благодаря мне. Ты тут тварь сидишь, дурака валяешь. Это я тебя обеспечиваю. Это я тут главный. Это я начальник. Мой ноги. Пей воду. Ты же скотина. Ну, да. Скотина. Что делать? И все остальные. Кстати, таз с водой тоже мой. Да. А вот вы сказали, что детство придумали в частности из-за того, что появились лишние средства. И, соответственно, там можно было ребенку не работать. И вот так это реализовано было. А для чего было придумывать любовь? И кто это сделал? Эпоха романтизма. Это надо обратиться уже, так сказать, к источникам. Им тоже это. Богатые люди, которым абсолютно нехер делать. И которые, понимаешь, ты... Люди, конкретно женщины. Вот как мужики. Я считаю, что мужики. Я неглубоко в вопрос внедрялся. Но вот лично для меня всю жизнь еда – это просто способ насыщения организма. И никакого больше внимания никогда к этому не прикладывал. Многодетная семья. Не сильно много денег. Какие радости в еде? Например, в детстве были у меня. Вот вареная картошка. Ты ее вилкой размял. Вот докторская колбаса. Ты ее там... Ну, на кружки порезали. Ты ее ножиком раз-раз-раз на квадратики. Вот эту картошку вилкой размял. Из нее сделал такую блямбу. И разложил колбасу. Эти кусочки. Красиво. Торт получился. И сожрал ее, как торт. Это лакомство номер один. Если ты там со двора прибежал, что-то там перекусить захотел, ну, вот тебе кусок хлеба, намазанный сливочным маслом, можешь сахаром посыпать и сожрать. Пирожные. Это лакомство. Да. Никаких пирожных, пирогов, там, боже упаси. Вообще ничего не было. Это просто еда. Тебя от нее не тошнит. Она уже годится. Так сказать. Сожрал. Что не так-то? А потом вдруг, как сейчас, оказалось, что еда – это натурально способ получения удовольствия. Когда все на наших глазах. Совсем недавно ресторан – это, ну, в Советском Союзе, ресторан – это статусное место, куда я вот хожу. Все смотрите. Я пошел в ресторан. Кормили там каким-то говном. Я такой не ел, ни кормили. Невкусная еда. Абсолютно. Может, где-то была какая-то замечательная, великолепная еда. Но для великолепной еды нужны хорошие продукты. Раз. И грамотный повар. Два. Ни того, ни другого тупо не было. Потому, что сейчас он пойдет в какую-нибудь эту, куда мы тут ходим. Какой-нибудь хачухарчо у нас там на сеной есть. Вот там почему-то всегда охеренные огурцы и помидоры. А вам, мудакам, что мешает найти такие же огурцы? Они просто вкусные, блин. Вон только что с Даниловичем приехали из Пятигорска. Вот салат. Просто огурцы и помидоры, и сметана. Блин, они такие вкусные, что за уши не оттащить. Вам-то что мешает? Нет, вы режете какое-то говно. Это вот эти огурцы из теплицы. И безвкусные абсолютно. А тут вкусно. А что-нибудь как сварят? Застрелиться и не жить. А все неаполитанские ПТУ кулинарные, выпускники уже все по Москве рассеянные, итальянцы, и готовят там под твал башки. А наши, подтянувшиеся, ничем не хуже. А я бы даже сказал, гораздо лучше, потому что наши гораздо борзее. Мне кажется, они смелее экспериментируют, там выдают чего-то. Куда не пойдешь, нам нельзя много есть. Не обожраться просто невозможно. Потому, что все настолько вкусно. Это же просто пипец, блин. И это доставляет тебе безумное удовольствие. Вот вчера это было просто средство утолить голод, а сегодня это разновидность получения удовольствия. И это таким образом ты натурально заходишь на край пропасти. Сразу. Когда-то первый раз, я помню, пил какой-то этот Нескафе. Он такой, как деготь был в 90-е. Прибежал друг Серега, Дима, попробовал какой-то там колумбийский, я не помню, как назывался. Но я попробовал. Вкусный. Не могу сказать, что закричал от счастья. Ну, когда банка закончилась, я опять этот Нескафе начал пить. Твою мать. Уж невозможно жрать. Вообще невозможно. Дрень такая. Тут я понял, что край пропасти. Вот он. Вот сейчас ты начнешь что-то выбирать. Это я ел. Как бельчонок. Это я не буду. Это я вот. Это я вот. У него непрерывный поиск. И это мы с Дементием жрем одно и то же, а бельчонок такой. Там это олдскуль. Да. Такой гурман. Прям застрелиться и не жить. Вот. То же самое и тут. Появились деньги. А значит, появилось свободное время. А раз есть свободное время, то уже не совсем понятно, что вот это вот просто там шлюх вызвал, оттрахал и сидишь. Хочу любви. Хочу любви. Давайте. Вот у меня такие, ты знаешь, высокие у меня утонченные чувства, в отличие от вас, быдлонов. Вот вам неведома любовь, а мне вот ведома. И я вот в себе это буду раздраконивать, а потом вам объяснять, что вы вот лохи, туда-сюда. Я как-то вот к этому крайне подозрительно отношусь. Давно замечено, что любого мужика хватает примерно года на три. И я это все время сочетал. У меня складывалось так, что это какой-то период детской смертности, но обычно дети до трех лет помирают. Вот здесь у тебя светлые чувства есть, а дальше нет. Дальше у тебя. Кому бы еще? Кому бы влюбиться. Да. Улюбил я тебя. Вот у мужиков это примерно так выглядит. Вот. А это все придуманное. Придуманное и наведенное. Плохо ли это? Ну, нет, с моей точки зрения, правильно. Нас в детстве учили к девочкам относиться практически как к богиням, что это существо совершенно другого порядка. Ты должен там вокруг скакать, ублажать и всякое такое. По большей части это ж люди точно такие же в большинстве твари, как и мы. Но я считаю, что это правильно относиться так, как нас воспитывали, а не так, как теперь, да, Дементий? Сейчас вообще страшно смотреть. Так что все придуманное. Нет. Отказать. Жизнь показывает вот эти 80% разводов, жизнь показывает нет никакой любви. А если и было что-то похожее, никакая это не любовь. Если в тебе это есть, ну, повезло, считай, по жизни. Вот я вот жил с одной женой 42 года, блин. Вот это я понимаю. А вот это 80% нет. Это не оно. А вот это я понимаю. А вот это я понимаю.